Здрасте всем! В общем, видео, где я отвечаю на ваши вопросы, я решил записать именно в таком врачальном формате, потому что у меня... Ну как, для максимального расслабления у меня вообще проблемы с записыванием себя на камеру. Всё время в башке нифига нет, всё время забываю слова, не проговариваю слова, с дикцией тоже проблемы. Поэтому для максимального расслабления я решил ещё включить игру World of Illusion и играть в неё параллельно, пока отвечаю на вопросы. Но одновременно отвечать на вопросы и играть это у меня не получится, поэтому у меня вот сейчас сегодня за компанию Даша с фамилией из пяти букв. Всем привет! Все согласны. Кто её ещё не узнал, это Даша. Она же Kill Me Again. Да, и я именно так тебя подписал. Она, собственно, озвучила все женские роли в моём переводе прохождения Dead Royal Life Extreme 2. Пожалуй, можно начинать с вопроса. Так, первый вопрос. Когда новый пункт? Есть у меня такое ощущение, что вообще никогда. Так, я что-то опять намудил с управлением, ну ладно. Есть такое ощущение, что вообще никогда, потому что... Ну что, да потом, ну как-то устал уже. Для чистоты совести могу сказать, что я в январе этого года пробовал работать над 11 серией. В самом начале я одному человеку на день рождения хотел сделать такой подарок, опять же. Но не успел. Но не успел и забросил. Потом вернулся... Потом попробовал вернуться к тому, что сделано по 11 серии где-то летом, в июле. Посмотрел, мне половину шуток, собственно, их не понравилось. Это... Я не знаю, как такое выпускать. Поэтому я решил, что даже если я выпущу один из той серии, это будет, скорее всего, последнее. Потому что... Ну, чтобы ни себя, ни подписчиков не мучить. Потому что что это вообще за бред? Следующий вопрос. Итак, сразу было 500 человек только из подписчиков на канале остается. Все остальные... Ой, нафиг! Сваливаем. Будешь ли ты делать что-то такое же офигительное, как Чип и Децл? Тебе для этого нужен такой же... Децл, а... Окей, дальше читаем. Тебе для этого... А смысл дальше читать? Там что-то... Тебе для этого нужен... Ну да, в принципе, нет смысла. Я, в принципе, на всё ответил. Я не думаю, что вообще буду что-то делать. Окей. Потому что... И... И не только потому, что я устал, потому что у меня ещё курсовая. И не только курсовая. Ещё в следующем семестре будет курсовая, а потом ещё дипломат. Не пугай меня. Увы, я реалист, и приходится пугать людей. Поэтому... За курсовую я ещё даже не принимался. Так что я не уверен, что в ближайшие пару месяцев что-то буду выпускать. В декабре там... Да где? Может, выпущу, несмотря ни на что. Ну, вообще... Такая курсовая. Главное, видео. Это я бы не сказал. Я как-то неправильно приоритеты в жизни расставил. У меня теперь видео главнее, чем курсовая. Хотя я сам... Ходил, поступал на переводчика. Ну, в общем, опять же, я начинаю что-то мямли, так что следующий вопрос. Не будем напечатать нам, да. Да. Так. Следующий вопрос. Будут ли ещё смекшеллы в стиле инженера-качёса? Смекшеллы будут. Потому что... Ну, как минимум один. Потому что я в прошлое воскресенье внезапно для себя начал работу над новым... Над новым смекшеллом. Пока 50 секунд. Пока всё нравится. Может, из-за этого получится что-то самостоятельное. Следующий вопрос. Будешь ли ты дальше делать свои абсурдистские весёлые песни, как «Немножечко дождя»? Не уверен. Абсурдистские это... Это случай такой из ряда вон. Потому что у меня... Потому что я в основном тексты пишу более-менее серьёзные и со смыслом. А так просто... Очень не нравится жара. И я в один момент решил написать об этом песню. Летом было просто каким-то... Настолько жарко, что... Просто... И из этого и родилась песня. Будешь ли ты объединяться с творцами в том же направлении? Телсевич, Сындук, Я. Это пишет Алексей Васюков. Может быть. Не знаю. Я вообще никогда не думал о возможности сотрудничества, но... Почему бы и нет? Если всё получится, значит, всё нормально. Тем временем я дошёл до первого босса. Вот этого вот. Госликсус, Ликшаокан. Паукан вот этот звук. Очень легко мыть что-то, да? Следующий вопрос. Я зависла. Да. Был, я тоже зависла, честно. Не боишься ли ты страйков за нарушение авторского права на свой канал из-за переводов? Честно говоря, не боюсь, потому что смысл. У меня единственное, за что может быть страйк, это за принца Якищева. И тот, скажем так, несмотря на то, что я дал своему голосу разгуляться в этой работе, у меня там не самый лучший перевод. И уж тем более не самый лучший по качеству записи перевод. Потому что я как-то там неправильно всё свёл, и в итоге получилось просто... В общем, я всё отвратительно смиксовал, так что я даже не против, если его удалять за нарушение авторских прав. У меня тоже самое было с... Я пробовал в своё время перевести полнометражный мультфильм Маладин и перевёл. Один из худших переводов, наверное. Это ещё 2011 год где-то. Я тогда ещё совсем молодой был. В общем, перевод настолько отвратительный, что когда администрация ВК сказала, что вот, мы удалили ваш это... Я был че... Я вначале немного так... Я был немного разосадован, но потом вспомнил, что это был за перевод, и, можно сказать, даже рад, что теперь его там больше нет. Теперь его нигде больше нет, так что не ищите. Ну, в общем, страйков я не очень боюсь, потому что не особо так налегаю на... Копирайтовый такой став. Я просто какой-то, кстати, по-английски заговорил. Ладно, дальше. Так, дальше. Планируешь ли здесь в будущем серьёзно заняться озвучкой? Озвучкой, может быть. А то чем ещё? Так, следующий. У меня была мысль куда-нибудь там в Москву поехать или в Питер. На него фильм или куда-то. Господи, у меня с этим местом никогда проблем не было. Что делать? Сейчас-то сфига ли началось. Ну ладно, следующий вопрос. Следующий. На, будут ли ещё у тебя какие-нибудь... Так, это уже было? Да. Чем тебе нравится ТФ2? Почему именно она? Как думаешь, когда она тебе надоест? Не знаю, меня уже в последнее время надоедает. Вчера, например, унудрился испортить себе настроение. Немного проведя время за этой игрой. Но я решил остаться именно с ТФ2, потому что у меня вообще проблема с командными играми, как с инвайными играми, так и всегда была проблема с командными играми, допустим, там во дворе или где-нибудь. Особенно с мячом. Терпеть не мог играть в футбол в школе. Чего я так? Потому что у меня всегда были с этим проблемы. Очень вовремя вылезло какое-то окошко тут, которое пришлось закрыть. Ну ладно, в общем... Опа, мне это место очень долго получилось. В общем, простите за то, что сейчас было. У меня всегда были проблемы с командными играми. Терпеть не мог играть в футбол. А в ТФ2 остался, потому что это единственный игр, где можно официально вообще нихрена не делать. Следующий вопрос. Планируешь ли ты еще когда-либо переводить видео американских ютуберов с МОЖ? Может быть, ну, я как-то... Я к ним тоже как-то в последнее время интерес потерял. С другой стороны, я еще не все истерпал. У них есть... Ланч тайм... Не помню как. Ну, где они, короче, провели весь выпуск в машине и ехали за пончиками. Я вот этот еще немного перевел. Ну, можно его доперевести, довести до ума и выпускать. Следующий вопрос. Так что я... Я не знаю, может быть. Следующий вопрос, да. Видела тебя авус LLAP. Да. Любишь... СТ, видимо. Я не знаю, что это такое. Что звучит? ТОС или ТНГ? Объясните мне, что это такое. Да, я вначале тоже завис, но потом специально пробил, что это вообще за... ДИКИЕ надписи. СТ это Стар Трек. Это... Ну, или Звездный путь, как его еще называют. Из Стар Трека я видел только... Фильм 2009 года. С друзьями в киноте... Да, господи. С друзьями в кинотеатр ходили на него. С какой-то стати. Ни сериал... Сериал не смотрел ни ТОС, ни ТНГ, или как там его. А сфоткался именно в таком виде, потому что кто-то мне сказал, что я похож на Спока. Кто это такой? Спока-то один из ключевых персонажей. Да, господи. Ладно. Один из ключевых персонажей вообще во всей этой селене. Ага. Следующий вопрос. А твоя серия пупцов вновь напомнила мне одну историю. Как так-то, ёкарный бабай? Почему? Чё-то я там намудил с управлением. Ну ладно. Продолжать? Продолжать. Твоя серия пупцов вновь напомнила мне одну историю. В раннем детстве, когда я ходила в детсад и первый-второй... Мне, да и всем вокруг, пацаны во дворе задавали вопрос. Ты чё слушаешь? Рэп или скутер? Одним из допустимых ответов был Децела. Был ли ты или стал бы одним из тех, кто ответил так? Был бы я... Почему я такое управление выбрал, господи? Вот. Другое дело. И скорее всего, я бы ответил что-то... Я бы скорее всего был тем парнем, который ответил что-то совершенно не в тему, и потом бы его побили из-за этого. Потому что вот у меня всё так пессимистично. Следующий вопрос. Так. Или я ещё не на всё ответил? Ну, вроде бы на всё. Ну ладно, следующий вопрос. А расскажи, как ты попал в русскую? Как начал смотреть пупцы? Что побудилось делать первый ГУ-5? Да внезапно. Просто в какой-то момент подсел, очень много смотрел. И уже после этого однажды вышел на бакон, и вдруг мне пришла в голову песня «Небо, это я». И... И туда каким-то образом вклинился мужик, который орёт «Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е». Не думал, потому что смысл уже людей напрягать. Что-то неубедительно как-то ответил, но ладно. Я просто не знаю, что ответить по этому поводу. Извините. Все. Да, все. Ладно, следующий вопрос. Самый беленький вопрос. Как зовут твоих котов? Тоша, вот этот вот рыжий кус... Чуть не сказал. Рыжий мешок меха вот тут вот рядом со мной лежит. Это батя здоровенный вот такой. У него есть сын Шиша. Он сейчас там где-то прячется. Посваливал все, когда мы в прошлый раз пытались записывать. Это дело. Дерзкий. Да вообще. Так, секунду, сейчас. Так. Продолжаем. Я все сказал? Да, господи. Мы же все сказали сейчас? Ну да, так зовут твоих котов. Да, Тоша и Шиша. В принципе, растянул на две минуты ответ, который... Длинный, который вообще можно сказать за две секунды. Тоша и Шиша, опять вопрос. Следующий вопрос. Следующий вопрос. В твоих пупах довольно большое количество музыки и пейзов. Как тебе удается все их запоминать? За скольки лет... Ладно. Ладно, отвечай. Не, я еще вопрос не все, со скольки лет там до чего? Да, со скольки лет ты слушаешь и увлекаешься музыкой? Я слышал, что у тебя вроде там была группа, да и сам ты сочиняешь. Расскажи об этом подробнее. Есть ли планы в будущем? Группы нет, но очень хочется. Я умею брать на треугольники. Молодец. На Варгане еще можно попробовать, у меня тут где-то вариант. Музыка, я не знаю, я с самого детства буквально сколько себя помню. Правда, вначале это было классическое, но с другой стороны я еще и немного другие вещи слушал. Но преимущественно это была классическая музыка. Потом обучение в музыкальной школе надолго отбило желание заниматься классической музыкой. Музыка, с другой стороны, иногда как-то прошлое под... Ну, понятно, в общем. Вспоминаешь приятное одновременно? Вспоминаю приятное одновременно, да. Что там еще было? Сейчас. Как тебе удается запоминать всю музыку и песни? С какими лет ты слушаешь и увлекаешься музыкой? Всю музыку и песни? Как удается запоминать? Хрен знает у меня память хорошая. А что там еще? Так, расскажи о группе и о планах на будущее. Группы у меня нет. Ну, очень хочется. Я пробовал уже какого-то... Я пробовал уже... Я много раз уже пробовал организовать. Один раз даже получилось собрать пацанов вместе. Но ничего из этого хорошего не вышло. Так что я все еще мечтаю о том, чтобы создать или просто побыть в группе. Ну, а сам сочиняю. А что там он еще? Так. Я слушаю, что... Планы в будущем. Скорее всего, я именно на этом застрюлю внимание, потому что вот тексты, про которые я говорил раньше, Их надо выпускать, а то что они прохлаждаются? Надо делать из них песни. Поддерживаю. Так что, скорее всего, песен... У меня канал будет именно переводы и песни. В ближайшее время. Следующий вопрос. Так, следующий. Я начинал зависать. В одном из выпусков Чипа и Децла, кажется, это были брундыки на декретной службе, был момент с романтическими кадрами Гайки и Дэйла. В первых сериях. В кабучках романтическими. Помню, помню. Сколько времени у тебя отнял поиск этих моментов среди всех серий? Я достаточно хорошо запомнил сериалы, особенно хорошо запомнил эти моменты, и поэтому у меня не очень много времени занял выпуск этих серий. Выпуск, говорю, поиск этих моментов. Ну, не очень много. Если ты что-то хорошо знаешь и в чем-то хорошо ориентируешься, то чем лучше ты знаешь свой предмет, тем лучше ты в нем ориентируешься, и тем быстрее ты можешь что-то найти. Сраные ракушки тут. Следующий вопрос. Да что-то давно я не помирал в этой игре, ну ладно. Следующий вопрос. Какой? Философский. Почему небо голубое? У меня был какой-то вариант ответа. Это с уже американским значением слова «бллллл», как грустный. Это типа раньше небо было оранжевое, очень такое радостное, а потом на земле появились люди. Это у меня такая гипотеза была. Не помнишь, я тебя прислал? Да, помню. Да, вот. Это показалось таким милым. Милым, но и в то же время грустным, потому что... Да, в то же время грустным. Ужаль, люди... Ладно. Ну, это часть того, кто я есть, так что придется с этим смириться. Ну, в общем, я сказал, почему не было голубого. Теперь мы об этом знаем. Теперь мы об этом знаем, да. Так, следующий вопрос. Почему гармоничная жизнь невозможна после существующей социальной системы, и когда помидор перестал отвечать на вопросы журупля? Ни хрена не понял. Следующий вопрос. Сис или соус? Это сэс или соус? Наверное, соус все-таки. Ну, что сэс он как-то приелся, а соус еще не так часто используют. Ну, он и звучит смешнее, честно говоря. Следующий вопрос. Сейчас найдем... Даша, наверное, ни хрена не... Даша, наверное, ни хрена не поняла, почему сейчас... Я скажу, что за буквы, что за сокращение... Что за сэс, что за сэс? Лучше тебя не знать, честно говоря. Все так плохо, пошло. Не пошло, но мозги разъедают на ура просто. Скажем так, неадекватно. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Так. Опять сокращение. Я сама сойду. Что там? Мем или путис? Так. Или это мем? Мем или путис? Скорее всего, путис. С другой стороны, мем тоже весело. Мем. Прям... Ну, путис, он как-то, он... Он универсален, он везде. В принципе, лучше путис, честно говоря. Это прям... Кто-то правильно сказал, что путис это... Путис означает смысл жизни. Тишина такая есть. Ну ладно, дальше будет. Я слушаю. Так, любимая группа? Не знаю. У меня на самом деле до хрена просто любимых песен от разных групп, но скорее всего... Скорее всего, что-то британское. Такой брит-рок. Да и вообще... Ладно, пофиг. Так... Coldplay, Muse, Radiohead, что-то такое. Депиш-мод еще особенно. У меня депиш-мод больше всего на... Этам... Сплейере. Но какой-то такой прям любимой группы нет, так что не могу выделить. Мне много еще нравится. Как же мой любимый? Умп! Да, умп. Ну, я и говорю, тоже нравится. Потому что... Не могу себя... Какой-то конкретно одной группе отнести. Мне в целом музыка нравится. Хорошая. Да блин. Это чертова акула. Самый сложный босс в игре, кстати. Ну что, самый такой... Со... 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 Со странными такими траекториями передвижения. Следующий вопрос. Ну, кажется, это все. Все? Да. Ну, стоим. А... Ну, это вопрос повторяется. Ну, вот и хорошо. Только сейчас мы эту акулу замочим. Может, в принципе, можно уже закругляться, да? Угу. Отлично. Эм... Самая интересная игра при этом еще не заканчивается, но... Видео заканчивается. Простите, если кого-то обидел, или если... Если кому-то не понравилось это видео, потому что... Ну что, ну вот я такой по жизни. Нет, в бочке нифига нет, одни только идеи и прочее. Ну, как бы там идеи должно быть, нет? Ну да. В общем, сейчас... Сейчас он полетит, и можно прощаться. Ну, смотри так. И потом я поиграю. А типа пока... Я поиграю потом. И все. Я поиграю. А? Все. Приготовились, закрываем. Три, два, один, пока... Пока.